18 марта в регионе будут работать почти 2800 избирательных участков. Больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения. Это станет дополнительной гарантией честности и защитой от возможных провокаций, отметил глава края. Ведь основная задача – обеспечить открытость и легитимность выборов президента страны. Пристально уделить внимание фактам незаконной агитации в день проведения выборов. Это, как правило, всегда сопровождает любые выборы. Мы должны быть здесь принципиальны, как никогда. Мы просто будем требовать соблюдения закона. Никому это не позволено. И никто не будет никаким способом продолжать агитацию в день голосования. И в день тишины в том числе. И, коллеги, главы муниципальных образований, это, в первую очередь, тоже и ваша задача. У нас в крае 4 миллиона 100 тысяч избирателей. Наша с вами задача – дать просто возможность, дать им право свободно, спокойно проголосовать. Сделать свое волеизъявление за того кандидата в президенты, за которого они считают. Еще раз подчеркиваю, мы должны обеспечить им эту возможность. И мы ее обеспечим. Немаловажный вопрос – это протест нации, это возможное проявление различного толка. Тут не только экстремистского, но и других. Это умение муниципалитетов, это умение всех чиновников, всех лиц, которые причастны не только к выборам, но и к осуществлению власти, отправлению правосудия, правоохранительных органов. Умение разговаривать с людьми, вникать в вопросы, которые сегодня есть. И понимать те проблемы. А самое главное – решать их. Еще одним вопросом краевого совбеза стала безопасность на дорогах региона. Уже в ближайшее время существенно увеличится туристический поток. А значит, появятся и дополнительные транспортные нагрузки. В зоне особого внимания пассажирские автобусы и грузовики. Нередко на рейс такие машины выходят без техосмотра, а у водителей не всегда есть путевые листы. Кроме того, в большинстве случаев КамАЗы и фуры идут с перегрузом. А значит, еще и разбивают дороги в регионе. Чтобы найти решение всех этих проблем, Вениамин Кондратьев поручил создать специальную рабочую группу, в которую войдут как чиновники, так и сотрудники ГИБДД. После чего в ближайшее время этот вопрос еще раз поднимут на краевом совещании. Самое главное, что сегодня проблемы, мы не должны как бы для галочки решать. Терпение у нашего народа, оно тоже не безграничное. Поэтому надо просто выходить на решение, на результат. Вот что нужно сегодня. И здесь уже, когда собираемся, мы должны консолидированно выходить на какое-то, допустим, общее решение, которое нас приведет к результату, который сегодня так необходим жителям нашего края. Вот что нам сегодня нужно. Помимо этого, по поручению главы региона, до конца года в Краснодарском крае установят 10 комплексов весового контроля для большегрузов. Совместно с правоохранителями сейчас разрабатывают схему их эффективного расположения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.